Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! Меня зовут Майкл Мелехов, и мы находимся в центре Сангейца. Сегодняшняя программа называется «Духовность, карма и материальный мир». И ответы на вопросы, которые поступают достаточно часто, и эти вопросы очень и очень серьезные, с моей точки зрения, и неоднозначные именно в связи с того, как мы определяем вот эти понятия. Духовность, карма и материальный мир. Один из вопросов был такой, который недавно я получил. Ну, как хобби, помимо того, что существует центр Сангейца, Сангейц радио, я занимаюсь так называемым трейдингом, или работаю на бирже. Многие это называют игрой на бирже, но я называю это все-таки работой. Вопрос звучит таким образом. С точки зрения духовности, точнее, с точки зрения кармы, в скобочках духовности, правильно ли заниматься трейдингом, то есть торговлей на бирже? Ну, хочу сразу оговориться. Во-первых, я не истинно в первом лице, и не считаю себя гуру. Но, тем не менее, все-таки так уж получилось. Мне посчастливилось получить образование в разных местах. Ну, это образование бывшее в Советском Союзе, это образование в Соединенных Штатах Америки, где я проживаю уже 25 лет, и в промежутках на Востоке. Это дает мне возможность сравнивать информацию, которую я получил там, там и там. Как я распоряжусь этой информацией, это дело мое. Точно так же, как это дело ваше, дорогие друзья. Как распорядиться с той информацией, которую вы получаете? Не обязательно, скажем, от меня или Центра Сангейтс, любой информацией. Я просто для себя выбил такую, что ли, формулу, как можно что-то изучить. Я могу поделиться тем, как я это изучаю. Дело в том, что вспомните себя, когда вы были детьми. То есть мы все ходили в первый класс. Приходило ли нам в голову спорить с учителем? Ну, наверное, нет. Поскольку мы изначально были учениками, которые ничего не знают. Вот представьте себе, то есть у нас не было никакой возможности не спорить с учителем, мы просто не обладаем информацией. Вот представьте себе, что мы получаем какую-то информацию, которая нам либо непонятна, либо мы ее вообще первый раз слышим. Как можно, вообще-то говоря, спорить с этой информацией, если мы о ней первый раз слышим? Поэтому я, лично, поехав первый раз в заморскую страну Индию, я бы оставил себя в положении ученика, который изначально ничего не знает. Несмотря на то, что я действительно что-то знал. И сейчас что-то знаю. Но тем не менее, если я хочу что-то изучить, то я должен убрать у себя полностью вот эти попытки с кем-то поспорить. Я не призываю вас, дорогие друзья, верить мне на слово, верить кому-то другому человеку на слово. Пожалуйста, сомневайтесь, спорьте. Нет никаких проблем. Но только если мы хотим изучить что-то, то на первом этапе, вот это самое главное, на первом этапе постарайтесь, это просто, так сказать, совет может быть старшего товарища, убрать у себя вот это желание кому-то чего-то, то ли доказать, то ли с кем-то поспорить. Ну а вдруг мы не правы? Вот это, с моей точки зрения, дурацкая поговорка «в споре рождается истина», ну кто-то там сказал, а мы все повторили. И сделали это каким-то, ну не знаю, постулатом, афоризмом. Нет, на самом деле все не так. В споре истинно не рождается. Потому что в споре два, простите, болвана, и который что-то кому-то доказывает. Как можно вообще доказать кому-то что-то? Во-первых, если бы даже и доказали о том, что вы поставили того спорящего, второго, в положение абсолютного дурака, и показали, что вы умнее, кому охота стать, быть дурнее, чем другой человек. Да никому не охота, наверное, верно? Поэтому, ну, мне кажется, что это неправильная поговорка. Вот. Это в отношении того, что мы сейчас будем говорить. Смотрите, дело вот в чем. Карма к духовности не имеет совершенно никакого отношения. Поэтому карма, в скобочках, духовность, это абсолютно разные вещи. Я допускаю о том, что очень многие это знают, просто поступил вопрос, я на него отвечаю. Это не значит просто то, что человек полностью не разбирается, он какой-то дебил, что ли. Абсолютно нет. Меня лично радует то, что люди задают такие вопросы. А это говорит только о том, что есть интерес. И я могу наблюдать на протяжении многих лет, а то и десятилетий уже, как меняется мировоззрение человека с тем, как меняется наш мир. И годы переходят в десятилетия, и годы переходят в столетия. И многие родились уже в прошлом тысячелетии даже. То есть, понимаете как? Это очень интересно. И еще раз повторяю, мир меняется, и тенденция людей, которые живут вот сегодня, узнавать что-то, чего не было понятно, и не было доступно, и не было, даже невозможно было узнать. Просто не было такой возможности, не давало ни литературы никакой, интернета и близко, и в помине не было тогда еще. Теперь все это есть. Просто заблудиться в этом можно. Ну, в частности, я, как представитель центра Сан-Гейтс, ну, так сказать, взял на себя такую миссию, узнавая сам делиться этим, но ни в коей мере не предлагаю вам следовать за мной. Просто есть информация, я простой переносчик, это информация с одного места в другое. И если кому-то это помогает, я буду рад. Более того, я даже могу, в общем-то, помочь применить это. Так вот, карма – это просто действие и противодействие, то есть следствие этого действия. А духовность – это совсем другое. То есть мы три едины. Сейчас мы подходим к сути вопроса. То есть мы три едины. В своих презентациях и конференциях, куда меня приглашали, я много раз об этом говорил, тело-дух-душа, тело-ум-душа, body-mind-spirit – это вот то, что называется «мы три едины». Три едины. Значит, мы живем в материальном мире, друзья, и этот мир диктует нам законы, но мы находимся с нашими земными законами, мы находимся внутри чего-то большего, чего-то общего, чего-то более глобального, что-либо. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что мы, что мы, находясь в этом мире, должны без сомнения подчиняться законам этого мира. Но мы должны понимать о том, что материальное – преходящее, а вот духовное – вечно. Если, конечно, мы будем следовать, скажем там, с подвечником теории Дарвина и считать, что мы произошли от муравья, там, не знаю, от обезьяны, пожалуйста, у нас право есть такое, мы можем так считать. Но если мы все-таки считаем о том, что мы гораздо выше этого, и мы божественное, будем так говорить, сознание, создание, то тогда все по-другому воспринимается. Полагаю, так, вот я, в частности, родился в том мире, который был атеистичен. Более того, какие-то религиозные аспекты, и там, церкви, они чуть ли не там не преследовались законом, и там, разрушались. Это все было. Но время было такое. Но мы-то ведь находимся, и для чего нам дан не ум, а разум, это разные вещи. На эту тему была какая-то программа, мы скользко об этом говорили, ум и разум это абсолютно разные вещи. Сейчас не будем этого вопроса касаться, это довольно долго. Эта тема может быть следующих программ. Я буду рад, если будут какие-то вопросы, мы будем на эту тему с вами беседовать, и спорить в том числе, почему нет. Но сейчас мы говорим о том, что подчиняясь земным законам, мы должны понимать о том, что существуют еще и высшие законы. Так вот, результат нашей материальной деятельности важен в том смысле, для куда мы это все. То есть, на любой вопрос, чем мы занимаемся, или как мы живем, мы должны задавать встречный вопрос для чего. Для чего мы работаем, для чего мы живем, кто мы есть, каково наше высшее я, каково наше предназначение, миллион вопросов. И на них ответов нет. Они есть, без сомнения есть, но только каждый будет трактовать это по-своему, и очень многие будут не согласны с тем, даже то, что я говорю сейчас. На том, мы и разные люди, и уровень не ума, разума возможен разный, и уровень восприимчивости тоже разный у нас. Мы воспринимаем по-разному информацию, которая нам поступает. Вы знаете, вот существует интересный феномен, с моей точки зрения. Вот, говоришь с человеком, он говорит, да я знаю, мы начинаем задавать запрос, а откуда вот этот вот или вот та вот взяла этот материал? Вы знаете, как правило, на этом все заканчивается. То есть, уже совершенно непонятно, откуда там дальше уже это все пошло. То есть, вы понимаете, есть ссылки на материал, откуда это есть. Ну, во многих, скажем так, научных, особенно, публикациях, есть ссылки на труды такого, 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 такого. Но мы это не воспринимаем, мы это пропускаем. И даже если мы дочитали до конца, то мы смысл знаем, но откуда пришла информация, мы понятия не имеем. Там написано, но вопрос другой. А откуда он взял эту информацию? И так мы пошли. То есть, мы, как правило, останавливаемся уже на первом этапе, а откуда взял, вот, я знаю, потому что я прочитал. Ну, а откуда вот этот автор, который это все написал, он-то откуда знает? Ну, хорошо, можно пойти на следующий там уровень. вот он знает о того-то, о того-то. Ну, а где истина? Ну, где истина? Этот вопрос не ответит никто. У меня есть моя точка зрения на этот счет, но об этой точке зрения давайте мы поговорим уже в следующем сегменте нашей программы, в следующей части нашей программы, а сейчас я благодарю дорогие друзья о том, что, во-первых, вы нас слушаете и смотрите, во-вторых, о том, что вас интересуют такие вещи, и это действительно очень и очень здорово. До новых встреч в центре Сангейца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова